Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследовать книги Деяния Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами читаем 16 главу. Дошед он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец елен, и о котором свидетельствовали братья, находящие в Листре и Икунии. Его пожелал Павел взять с собою и, взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви удерживались верою и ежедневно увеличивались числом. Мы помним с вами, что в 15 главе, рассматривая, видели постановление апостольского собора, изволясь и нам было сказано 15-28 и Духу Святому, не налагайте на вас никакого бремени, говорили апостолы, но чтобы воздерживались, как там написано, ты была жертвена, крови, удавленные, блуда, и не делал другим того, чего себе не хотите, соблюдая себя, хорошо сделайте. Мы видим, что здесь ничего не говорится о обрезании, потому что вопрос зашел именно о том спор среди учеников только недавних вчерашних иудеев, которые приняли христианство, так называемые неофиты, и они говорили о том, что необходимо соблюдать язычникам, то есть еленам, входящим в Церковь Божию, ветхозаветный закон обрезания. Но собор постановляет, что это не обязательно. И далее мы видим, что апостол Павел, теперь вот уже в 16-й главе, идет, проходит, это его второе миссионерское путешествие, дошел он до Дерви и Листры, берет некого Тимофея, а Тимофей — это как раз тот, к которому адресованы два послания, содержащиеся в Священном Писании. Видим, что о нем подробно рассказывается, насколько это возможно в текстах Священного Писания, что у него мать была иудеянка, а отец елен. И он обрезывает его, сказано, ради иудеев. И складывает такое впечатление, только что было постановление собора. И вот апостол Павел, который присутствовал на этом соборе, и он был туда и делегирован для того, чтобы привезти в Антиохию и сообщить давнейшим церквям, как и сказано, они утверждали о том, что постановили апостолы, но вдруг он берет и обрезывает Тимофея. Зачем? Сказано, ради иудеев. Иначе иудеи знали, кто он такой, они никогда бы не стали его слушать. Настолько они еще были привязаны к этому ветхозаветному обычаю. Но почему он делает так? Метод достопочтенный достаточно емко и подробно это объясняет. Цитата. Павел не верил, что образы закона, даже при свете евангельской истины, принесут какую-либо пользу. Но он обращается к закону, чтобы из-за язычников не отступили от веры иудеи, для которых, однако, постепенно нужно было убирать древнюю завесу. Как и для язычников, порочность древних нравов, как было сказано выше, ведь тени этого закона, некогда установленные Господом, использовались апостолам в те времена для того, чтобы отвратить иудеев от неверия. В то же время святые никогда не обращались к языческому учению, признанному сатаною истинным. Конец цитаты. То есть мы видим, что беда достопочтенный хочет сказать нам о том, что если это не было запрещено законом, то это могло быть допустимо в миссионерских целях. То есть то самое, о чем апостол Павел скажет позже. Для иудеев я как иудей, для беззаконных как беззаконный, сам же, впрочем, не чужд закона. То есть ничего не значило в Иисусе Христе ни обрезания, ни необрезания. Но ради того, чтобы не было препятствия проповеди, он обрезывает апостола Тимофея. Вот помню в своей еще и молодости, но так оно и осталось, когда я стал ходить в школы и в некоторые университеты, где так вот и принимали, и приглашали, то я взял благословение на подрясник и ходил в подряснике. Но в какое-то время один священник, который до сегодня остается моим духовником, он посоветовал мне, говорит, Андрей, ходи в костюме, для них ты будешь свой. А в подрясник он как бы некую такую делает, ну, дистанцию, ты как будто из мира иного. И тебя так будут слушать лучше. И действительно, как показала практика, вот с миссионерской целью, человек, приходящий в аудиторию, там, в галстике или в пиджаке, в таком светском виде, но говорящий, да, по виду, как они, но говорящие до слова Божия, это вот этот барьер и препятствие было устранено, был устранен. И поэтому апостол Павел ради проповеди Евангелия делает это. Далее мы читаем, читаем с вами шестой стих. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым, проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали и Тивифанию, но Дух не допустил их. Вот такая интересная ситуация. То есть апостолы хотят идти проповедовать слово Божие, но мы видим, что дважды это сказано, они в два места собираются, собираются в Афригию и Галатийскую страну, Дух Святой не допускает проповедовать слово в Асии. Дальше хотят идти в миссии, в городе миссии, предпринимают попытку в Вифанию, но Дух опять не допустил их. То есть здесь нам показывается, может быть, это даже некое утешение для миссионера, что если мы что-то предпринимали и сделали все от нас зависящее, но у нас там ничего не получилось и были направлены куда-то в другую сторону, надо помнить о том, что и Дух Святой руководит своей церквью и своей миссией, помимо наших каких-то хотений и желаний. Вот как об этом тоже пишет Бедодостопочтенный. «Воистину, — страшен Господь в делах над сынами человеческими», — Псалом Давида 65, 6. «Этот обещает, что во всем будет следовать за учителем, и ему это не разрешается. Другой же, получив повеление следовать, не получает желаемой отсрочки для похорон отца». Помните, он напоминает здесь евангельскую историю, когда один книжник подошел и говорит, «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». А Господь ему говорит, «Птицы имеют гнезда и лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде, где головы преклонить». А другой подходит, говорит, «Позволь мне пойти похоронить отца своего». А он говорит, «Свою мертвую, они сами там разберутся с похоронами, с поминками, а ты следуй за мной». Почему? Бог — сердцевидец, он знает, где и лучше, какая сейчас ситуация, насколько она в том городе, насколько люди готовы для принятия, насколько будет безопасно даже и для самих апостолов, для их проповеди. Как сказано, «Мои пути, не ваши пути, мои мысли и не ваши мысли, и пути Господь неисповедимы, каким путем Господь направит человек». Он все делает для того, чтобы было лучше, и чтобы проповедь была услышана, и чтобы и апостолы были целы. Бог старается, насколько это возможно, выстроить домостроительство спасения человеческого от рода человеческого там, где он считает это нужным и более лучшим. И мы видим, что здесь не берет этого человека с собой книжник, казалось бы, образованный, но он видит его сердце, и в сердце его есть только одно стремление — это власть, это известность, и это слава, и популярность, то, чего он ищет, ну и богатство, раз, он говорит, птица имеет гнезда, а лисицы — норы. А этого, который хотел похоронить отца своего, он говорит, нет, потому что он видит, Господь же предвидит, что может быть с человеком, не предопределяет, но предвидит. Он видит, что если он пойдет и будет участвовать в похоронах своего родителя, то тогда сердце его настолько нежное у этого человека, как пишет Иоанн Златоуст, что он прилепится к горе своих родственников, а от них не отстанет и потеряет путь ко спасению. А так ко спасителю прилепится, как рассуждается Иоанн Златоуст, и потом еще и родственников своих приведет на пути спасения. То есть бог знает лучше, как и где кому проповедовать, где на кого, на какое место поставить. Так и сказано, помните, одних поставил апостол, им других — учителями, третьих — пророками, других — евангелистами, поставил. То есть бог знает лучше. И мы видим, что у апостолов это не вызывает никакого недоумения, ни огорчения. Как дальше сказано, они пошли, миновав же миссию, то есть не смогли войти в нее, они сошли, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благоуставать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самакфракию и на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы — это первый город в той части Македонии, колония. Мы видим, как евангелист Лука подробно описывает весь этот маршрут. Если действительно у нас была перед глазами карта, то можно было проследить вот это второе миссионерское путешествие апостола Павла. В принципе, у вас есть священное писание, и здесь вот на последней странице можно найти, да сейчас это, в общем-то, несложно, и в интернете можно найти, набрать второе путешествие апостола Павла и проследить этот маршрут. Да. В этом городе мы пробыли несколько дней, и в день же субботний мы вышли из города к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с обращатом женщинами. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряниц, учтующая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила их. Видим, такая история рассказывается, что апостолы в день субботний вышли из города к реке, где был молитвенный дом, и сев, разговаривали, там собрались какие-то женщины, которые пока еще не слышали проповеди Евангелия, но стремились, знали, что там возле этого дома молитвы собираются христиане, и среди них была женщина Лидия. И вот когда апостол Павел начал свою проповедь, мы видим, что у нее сказано о том, что она была человек, чтущая Бога. И что интересно, Господь отверз сердце ее. То есть видим, от нее почитание, от Бога отверзнение сердца. Это можно перевести так. Если, например, мы начинаем уже... От нас желание, желание исполнения заповеди, а уже Бог внутри будет соделывать то, что он считает нужным. Мы видим, что Лидия, она уверовала словам апостола Павла, он отверз сердце внимать тому, что говорил Павел. Тогда крестилась она и домашние ее. То есть это и дети, и, может, и старики, кто был, все крестились тогда. И далее мы читаем, случилось, что, когда мы шли в молитвы в дом, встретилась одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицатель доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сей человек и рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, возгнегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот час. Тогда, господа, и видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Казалось бы, такая история. А почему апостол Павел изгоняет этого духа? И что такого плохого он сделал? Он ведь наоборот говорил о том, сии люди Бога, как пишется здесь, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Разве не правда? Точно все. И зачем тогда выгонять? Он же все правда говорил, эта женщина, в которой был этот дух. Многие отцы церкви и Кирилл Александрийский, святитель, и Иоанн Златоуст, и другие отцы, все обращают внимание на эту историю. И все в один голос говорят следующее. Бог не хочет проповеди из уст лживых. Даже если он говорит и о правде. И далее продолжает. Почему, например, святитель Кирилл Александрийский продолжает и говорит так? Потому что, чтобы не получилось так, что уверовали потом в этот дух, который был в этой женщине, и внимали бы духу лживому. То есть не хочет смешивать проповедь апостольскую и проповедь лжи. Можно, в принципе, найти эту цитату у отцов церкви, вот святитель Иоанн Златоуст. Павел подражает своему учителю, потому что и Христос запрещал. Он не хотел принимать от них свидетельства. Почему нечистый дух делал это? Желая запутать порядок ищей и похитить честь апостолов и убедить многих вынимать ему. Видите? Если бы это произошло, легко бы они явились достойными доверия и ввели бы свое учение. Чтобы этого не произошло и ложь не приобрела власти, он заставляет замолчать их. Когда они говорят истину, так, чтобы во лжи никто бы не внимал им, но совершенно отвратил свой слух от того, что говорится ими. Конец статус. Видите? То есть, чтобы они не примазались к проповеди апостолов. И чтобы они не стали бы люди другие, простолюдин, им и этой женщине, и этим духам доверять. Которые, как... Помните, пишите свидетели, если кто читал, я, по-моему, об этом говорил, святитель Ирине Леонский. Он так и говорит. Они произносят одни и те же слова, но смысл вкладывают свой в эти слова. То есть, люди, говорят, еретики, они произносят те же слова, но смысл свой вкладывают свой. Свое понимание. Поэтому, если посмотреть даже деяния церковных соборов, то можно увидеть, что очень многие... С чего все начиналось? Сначала определяясь с терминологией. Да, что вы понимаете под этим словом? Поэтому, что понимал этот злой дух под спасением, вообще непонятно. Вот такая история. Далее мы видим, что она доставляла своим пророчеством, своим вот этим лжепророчеством, то есть, если бы на современный язык привести, сегодня могли бы сказать такие экстрасенсорными способностями, обладала эта женщина, то есть, духом одержимая, нечистым. И мы видим, что она доставляла этим самым доход господам. То есть, она, как такой медиум, могла бы там говорить, что там, что здесь, что-то пререкать, пророчествовать. И когда эти господа, на которых она работала, они увидели, что доход их потерянный, что дух этот изнын, они Павла и силу повлекли, как сказано, на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш народ. И проповедут обычаи, которые нам, римлянам, не следует, ни принимать, ни исполнять. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежде, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничную стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. Специально описывается евангелистам Лукой такие подробности, куда вверх, как они были закованы, то есть все подробности для того, чтобы потом увидеть, что освобождение их будет сейчас не случайно. И не просто так. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Что они делают в темнице? Они молятся и воспевают Бога. Почему? Потому что они знают, что они страдают за Христа. Страдание за Христа это всегда радость. Это свидетельство апостолов, их поведение. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, фундамент. Зашатался. В тот час отверглись все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены, излег меч и хотел мертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел гласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе. И, выведя их вон, сказал, Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовал слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Видим уже такая вторая история «Темничный страж», который сначала испугался, он думал, что они убежали, и он хотел себя убить, потому что за то, что он начальник тюрьмы, и за то, что убежали у него люди, ему все равно было бы смерть. Он хотел сам себя умертвить, не хотел позора, потому что это суд, он римский гражданин, это суд, это позор, это сколько там длилось, поэтому он хотел вот так вот сам себя казнить, совершить этот грех самоубийств. Но апостол Павел его остановил, и не только остановил, но по его же просьбе, он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись? Почему он задает этот вопрос? Ну, они же пели и молились, а сказано «Отемничный» все слушали. Сколько там дней, неизвестно, но проповедь уже шла. Поэтому не случайно он задает этот вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Он уже услышал в их песнопениях и в их молитвах, что речь идет о спасении от Царствия Божьего. Поэтому задает этот вопрос. И что они говорят? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Не просто веруй, но они еще и проповедовали, то есть они научили еще и исповеданию веры, то есть как правильно веровать. Просто поверить, что О, Христос, там умер за меня и воскрес, и уже спасен. Нет, конечно, это будет ложь. Исповеданию веры. И потом мы видим, что крестились все, и он, и весь дом его. Лидия, точно так же крестилась она и весь дом. Это ответ тем, кто спрашивает, а можно ли крестить младенцев? Здесь косвенно содержится ответ. Мы об этом говорили уже много раз, но вот косвенный ответ не сказано, кроме младенцев. Все. А как же крестили младенцев? По вере тех домашних, которые были. Можно ли по вере одних людей крестить других, и чтобы прощались грехи? И да. Евангелие от Марка, 2 глава, 5 стих. Помните, когда четверо принесли этого парализованного больного, который был в параличе, и Иисус, сказано, Иисус, видя веру их, сказал, чадо, прощаются тебе грехи твои. То есть, видя веру этих людей, которые принесли этого человека, простились грехи человеку, принесенному, который лежал там, возможно, без сознания и парализованный. Так и здесь дети, они не осознают еще ничего, но крестные или восприемники в этом доме, тогда это еще только в церкви все формировалось, но тем не менее были верующие, и они, по вере этих верующих, были крещены, им был отпущен тот грех, грех Адама и Евы. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны и их и немедленно крестился сам и все домашние. Видимо, он оказывает им и гостеприимство, и крестницы, и домашние. Приведя их дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовали в Господа. Видите, как и Лидия тоже просила, чтобы они остались и оказала гостеприимство и страннолюбие, так и этот страж тюремный, начальник тюрьмы оказывает гостеприимство апостолам. Это говорит нам о том, что, как пишет об этом тот же апостол Павел, будьте ко всем любезны, но и пачек своим поверье. То есть, и как еще и сказано, что трудящийся достойно пропитания. То есть, если действительно человек поделился спасительным словом, то он может быть и принят, как сказано, принимай, помните, принимай пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Можно сказать, принимай священника во имя священника, получишь награду священника. Принимай миссионера во имя миссионера, и получишь награду миссионера. То есть, он оказывает это гостеприимство. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил Асим Павлу, воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали это слово воеводам. Те испугались, услышав, что они римские граждане. Придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. видим, что апостол Павел не хочет, чтобы просто так выпустили. Почему? Потому что он говорит, что вы нас, римские граждане, судили просто так, а теперь хотите просто так выпустить. Но почему он это сказал? Из какого-то тщеславия? Нет. Апостол Павел действительно был римский гражданин. Это гражданство у него было от его отца. Его отец был делателем палаток. И когда войско римское шло куда-нибудь, у него, можно так сказать, было целое такое предприятие. Не только он один, а еще люди, которым помогали. Такая артель, что ли. И он настолько был искусен в этом деле. Ну а что такое идет войско в поход? Где им жить? Где им ночевать? То есть палатки это было очень выгодное дело. И причем такой человек был уважаем. Если палатка не течет, если она там не дует ниоткуда, зверь никакой не пролазит, делатель хороших палаток был в цене. Потому что воин должен отдохнуть, чтобы идти в бой. Если он будет не спать всю ночь, то какой из него там вояк? Одну, вторую, третью. Поэтому тогда отцу апостола Павла было дано римское гражданство. И поэтому апостол Павел, будучи иудеем из города Тарса, но тем не менее вот он был гражданин Рима. Но почему же он здесь об этом говорит, что он гражданин Рима? А потому что как они бы могли переменить свое решение? То есть вот сейчас отпустили, а какое-то время прошло, сказали, ну-ка догоните их и верните. И чтобы этого не случилось, апостол Павел прибегает к этому ходу. То есть мало ли что у людей, у них сегодня одно на уме, а завтра там я поменял свое мнение. Есть так люди, говорят, я поменял свое мнение. Поэтому, чтобы они не поменяли свое мнение, а отпустили их на проповедь, Евангелие идти дальше, выполнить заповедь Господню, идите научить все народы. Он говорит, я римский гражданин. Они еще извинились и с почтями их отправили. Мы видим, куда они идут. Они идут к Лидии, к той самой совсем недавно крещенной, которая уговорила их, чтобы они побыли какое-то время. И там они увидели братьев. Чем они начинают заниматься? Поучали их и отправились. То есть какое-то время побыли, укрепили их в вере и пошли дальше благоставать мир. Апостол Павел впоследствии скажет, что миссионер, в общем-то, да, если он действительно переходит с одного места на другое, если действительно его не удерживают, то он должен оставаться не более двух-трех дней. А иначе в то время были лжеапостолы, которые просто там приходили и там месяцами жили у кого-то там такие лжеапостолы. Поэтому здесь апостол Павел предупреждает, что два-три дня и начал лжеапостол. Вот это очень важно. То есть поучили, освободились, пришли, настаивали в вере и отправились дальше. Для чего? Для того, чтобы исполнить ту заповедь, которую Господь Иисус Христос дал перед Своим вознесением. Идите, научите все народы, крестяй их во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Продолжение следует...